Всем привет на канале Russian Riders. Давненько мы не выкладывали никаких видосов, но дело все в том, что на улице зима, снега очень много, на мотихах выезжать сейчас с Аризона вообще никакого нету. Вот, и поэтому мы здесь в тихой обстановочке создали такую атмосферу обзорщика экипировки, и у нас будет новая рубрика обзор экипа. Да, и к тому же, как вы видите, я наконец-то нашел применение Jersey Red Bull Romaniacs, потому что на покатухе его не оденешь, на гонки жалко, а вот так вот сидеть там, что-то обозревать, самое то. Спасибо Роману Курбатову. Итак, начнем мы с кистевого фиксатора от Mobius. Почему начнем с него? Я думаю, для многих не секрет, ну, кто-то, может быть, не знает, что у меня есть давнишняя травма лучезапясного сустава правой руки, и вот этот вот год я активно ездил гонки, 10 гонок, собственно, с этой травмой я проехал и понял, что дальше так делать нельзя. И нужно конкретно озаботиться уже, как бы, починкой руки и защитой руки. Если с первым сейчас мы решаем эти вопросы в больнице, то второе, вот оно сейчас, в данный момент, я уже начал использовать этот брейс, поэтому речь сегодня пойдет не просто обзор там, как и из чего он сделан, а именно о том, работает ли эта штука и как она работает. Действительно ли стоит она тех денег? Напомню, стоит она 14 900 за одну вот такую вот маленькую штучку, они продаются именно по одной, потому что вещь такая сугубо исключительная. Так вот, в чем, собственно, травма сустава? Сустав плохо гнется, он болит, когда сгибается, я не могу опираться на руку, я не могу согнуть ее, вот если здоровый сустав гнется вот так и вот так, то больной сустав гнется вот так и вот так. И, собственно говоря, во время гонок, ну, а даже, точнее, после них, во время еще на адреналине ты не особо чувствуешь, но после гонки сустав отекает и на следующий день не гнется вообще. Если ехать в двухдневную гонку, то, как бы, ке хана, на следующий день ты будешь газовать исключительно локти. Я видел где-то положительный отзыв об этой штуке, что она действительно снимает напряжение, но я решил проверить это дело сам и я был, как скажет доктор Дью. Очень приятно, удивлен. Одевать можно как на голую руку, так и, в принципе, на джерси, либо на термобелье, потому что вот зимой сейчас мы юзаем его именно в горнолыжке и я абсолютно не представляю себя без этой штуки сейчас. Здесь два фиксатора и одна петля на палец. Петля эта из вспененного материала, то есть я думал, что она может порваться довольно быстро, но, как вот показывает практика, здесь хоть и тонкая перемычка, но до сих пор она не порвалась, хотя натягиваешь обычно так с усилием на палец. Сейчас мы надеваем на палец, протягиваем ее. Начинаем закручивать с вот этой вот системы. Здесь на Мобиусовской всей защите есть циферки всегда, то есть вот циферка 1 стоит, это значит, что начинать надо с нее. Но и если вы этой цифры не заметите, то, в принципе, будет понятно, что затягивать с нее, потому что, когда вы делаете затяжку, фиксатор удобно ложится на руку и после этого вы уже затягиваете вот эту липучку, чтобы просто зафиксировать заднюю часть. Все, дальше, соответственно, эта штука вступает в дело при негнущейся руке. Я делаю сильную затяжку, потому что мне нельзя резкие напряжения на руку делать, именно на разгиб, ну и, в принципе, на сгибание тоже. Поэтому я затягиваю практически на максимум, если, например, в лыжах я использую, там нагрузка идет боковая, то есть там мало вот такого, если ты не падаешь, там в основном идет нагрузка вот так. И при сильной затяжке он хорошо фиксирует вот эту вот боковую нагрузку. То есть мы прям перетягиваем, у нас рука практически разгибаться не будет, но это и не нужно, но в то же время у нас рука двигается вот так очень... Ну, как бы, она двигается, но ограничена. То есть резкие какие-то, если нагрузки сюда, опять же, вступает в дело вот эти вот троса, потому что, когда мы, получается, тянем руку на разгиб, у нас идет натяжение вот здесь вот в обратную сторону. То есть здесь натяжение на трос, который держит вот эту вот пластину и не дает разгибаться. Соответственно, если нам нужно подвижность увеличить, мы просто ослабляем тросики, ну, не так сильно, рука может гнуться. Вот, ну, так как я говорю, что здесь мне сильный разгиб не нужен, я затягиваю посильнее, чтобы она у меня практически не разгибалась. Нагрузка частично снимается, опять же, если я перетаскиваю какие-то тяжести, например, мне нужно что-то поднять вот так, вся нагрузка у меня ложится на брейс. То есть сустав никак не работает сейчас. По поводу того, кому бы эта штука подошла. Ну, я бы сказал так, что для хард эндуро, например, для длительных серьезных гонок, это примерно как защита локтей, наверное, потому что, ну, многие наверняка обращали внимание, что новички, когда ездят, они обязательно в защите локтей. Когда они переходят уже на какой-то более серьезный гоночный уровень, защита локтей убирается. Это связано с тем, что большинству просто локти мешают, они сковывают движение, в них немного быстрее устают руки. И на длительные гонки, если руки здоровые, я бы, наверное, одевать его не стал. Вот, если рука травмирована, однозначно стал бы. Если, например, вот я слышал отзыв от товарища своего, он гонял кросс, и, соответственно, на заезды он одевал на обе руки. Здесь я с ним полностью согласен, потому что в кроссе заезды короткие, вероятность травм велика, и, соответственно, руки не успеют устать как-то от этого дела, но в то же время защита с большой вероятностью поможет. В хард эндуро вероятность получить такую травму в разы меньше, а сама длительность гонки в разы больше, поэтому, может быть, какой-то дискомфорт она все-таки доставит. Хотя, когда в нем чуть-чуть походишь, в целом, особенно на больной руке, его вообще не ощущаешь, то есть забываешь, что он у тебя одет. Также эта штука подошла бы хорошо для велосипедистов. Там работа кистью в разы меньше, чем на мотоцикле, потому что у мотоцикла основное это работа газом, самая большая амплитуда кисти. На велике, в принципе, достаточно держаться за руль, какие-то движения вот такие делать, чисто амортизирующие, то есть там нету подгазовок никаких. То есть также можно на даунхильные спуски какие-то, они короткие, но вероятность травмироваться там тоже довольно велика. Что еще мне нравится в этом устройстве? То, что есть возможность регулировки разгибания, вот, регулируется оно вот здесь вот болтиком, вот этим вот болтом регулируется разгиб. Там в комплекте есть шестиграничек, которым можно подкрутить, соответственно, выкрутить его и ограничить амплитуду разгибания. И еще, конечно же, очень круто то, что вот эта вот система затяжки, она абсолютно легко одной рукой регулируется. То есть я могу во время движения, например, одну руку сбросить, расслабить или затянуть. Эта система запатентована, она имеет какое-то длинное название, которое я не смог запомнить, но вот этот чувак лучше знает. И теперь давайте посмотрим, что идет в комплектации. User Manual, без которого, в принципе, легко обойтись, и он все равно на английском языке. Вот такая вот подкладка сменная, под два пальца. Я ее юзал один раз, мне не очень понравилось. Ну, может быть, надо просто ее немножко по-другому прикрепить туда. Она крепится на липучках, то есть здесь вот с внутренней стороны вся вот эта пластиковая часть, она в липучках. Вот, на которой очень удобно вот эта штука быстро клеится. Очень крепко держится, кстати, никуда не сползает, ничего не съезжает. Вот, но мне достаточно вот с одним пальцем понравилось. Можно даже, мне кажется, если будет вот эта вот вещь раздражать, можно ее вот так подрезать, и ничего страшного, в принципе, не случится. То есть функционал, по сути, ну, сильно какого-то не выполняет вот эта штука. Вот, есть сменная подкладка под вот этот вот крестообразный фиксатор. Она большей толщины, здесь, по-моему, 5 миллиметров и 7,5 миллиметров. Если рука потоньше, это размер ML, есть LXL, там XL и прочее, XXL. Вот, соответственно, чтобы можно было регулировать по толщине руки, я использую более тонкую подкладку. И шестигранничек, которым мы регулируем степень разгибания. Можно выкрутить, и вот здесь вот болтик будет выезжать оттуда и упираться в фиксатор. Я оставляю его закрученным на максимум, выкрученным точнее. Мне в целом хватает ограничений и затяжкой самого механизма, потому что сейчас вот основную нагрузку именно в горных лыжах я использую на укол палкой. То есть мне важно затянуть вот здесь сустав на боковые сгибы. Ну и давайте подведем итог. То есть вот те выводы, которые я сейчас сделал. Да, я не протестировал еще его на мотоцикле, но уверен, что эта штука также будет работать, потому что, в принципе, и многие райдеры ездят с такие мирового уровня, даже с этой защитой. Подойдет она, помимо мотоциклов, горнолыжникам вообще идеально. То есть со здоровыми руками даже я бы ездил, где есть вероятность падения и упора на руку. Вот, я бы там использовал эту штуку обязательно. Она абсолютно незаметна на руке. Единственное, желательно перчатки на размер побольше брать, чтобы было удобно их одевать поверх, чтобы руки не мерзли. Вот, также велосипедистам, даунхиллером, там, беймиксером всяким. И, в общем, практически в любом экстремальном виде спорта, где есть большая вероятность падения, эта штука очень будет полезна. И, конечно же, тем, у кого уже травмирован сустав, то есть можно вообще носить его на повседневник. Есть бандажи попроще, но, на самом деле, если смотреть вот во всяких ортопедических центрах, там ценники на, например, бандаж какой-нибудь чисто из ткани сделанной, тоже там в районе 8000, и функции он явно выполняет фиксирующую похуже. Поэтому вот такой вот реальный отзыв от пользователя Mobius кистевого брейса. Мне понравилась эта штука, я буду ее использовать, я думаю, в следующем сезоне полноценно. Вот, а мы переходим дальше, и у нас будет еще обзор экипировочки следующей Fly Racing Evolution DST. Охреневшая тема, тоже с крутыми новыми введениями, которых я раньше не встречал. Также шлемчик Fly Racing, вот такой вот карбоновый, тоже с системой защиты, очень интересный. И в комментах вы можете написать вообще, какую экипировку хотели бы посмотреть. Я думаю, возможно, мы сделаем подборочку экипировки по ценовой категории, то есть дешевый комплект экипировки, средний комплект и самый бажорный комплект, там, за максимальную цену. Вот, рассмотрим все эти моменты. И в комментах пишите вообще, ну, может быть, конкретно какие-то модели или какую-то защиту хотели бы посмотреть. То есть, если будет вариант, раздобыть – раздобудем. Пишите, что думаете по поводу этой защиты, которую очень хочется кому-нибудь прописать с кулака, когда она хорошо затянута. И, собственно, на этом я с вами прощаюсь. Ждите следующих обзоров экипировки. И не забывайте, что у меня есть второй горнолыжный канал, на котором сейчас как раз-таки активно пилится контент. Ссылочка в описании. Переходите, подписывайтесь, смотрите. Всем удачи и пока.